В правительстве состоялось заседание оперативного штаба по мониторингу продовольственного рынка. Как изменились цены за текущие 7 месяцев по отношению к прошлому году, Светлане Давлетовой читали с руководителя профильных департаментов. За обозначенный период стоимость продовольственных товаров в регионе выросла в среднем на 3,4%. При этом на ряд товаров зафиксировано снижение цен. Это мука, греча, подсолнечное масло, яйца, огурцы и томаты. Наибольший рост средних минимальных цен, это более 10%, зафиксирован только на плодовощную продукцию, которая по сравнению с первым кварталом подорожала более чем 2 раза. Картофель подорожал в 2,8 раза, морковь в 2,5 раза, яблоки свежие на 43%, апельсины на 45%, мандарины на 66%. По отношению к первому кварталу 2017 года цены на пастеризованное молоко и на сыры не изменились. При том, что стоимость молока сырого уменьшилась на 2,5% и составила 21,50 рубля за килограмм. На хлеб ржанно-пшеничный средневзвешенная цена к первому кварталу снизилась на 0,5% и составила 32,73 рубля. На хлеб пшеничный из муки высшего сорта цена снизилась на 0,2%, составила 51,49 рубля. Булка городская средневзвешенная цена снизилась на 1,2%, составила 50,59 рубля. Пристальное внимание уделяют ценам и на детское питание. Мониторинг Департамент экономического развития и торговли проводит ежемесячно в связи с отменой ограничений на надбавки на федеральном уровне. В перечне 20 наименований продукции – молочные смеси, каши, творожки. Анализ за июль показал – и в федеральных сетях, и в местных магазинах зафиксирован рост цен на молочные смеси. Обычно, когда происходит рост, мы все, что называется, получаем от производителей письма счастья, в которых они предупреждают о том, что будет повышена цена. Я так понимаю, что вы таких писем не получали, как региональные сети, так и федеральные, не знаю, в ваших главных офисах, было это или нет. Если этого не было, значит, я делаю вывод, что это в торговых сетях было принято решение, что называется, отпустить сцены практически в свободное плавание. Всех представителей торговых сетей, которые отсутствовали на заседании оперативного штаба, но допустили рост цен на детское питание, Светлана Давлетова приглашает к себе для беседы с глазу на глаз. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Торговые...